Так, начинаем с самого горячего, самого сочного, скандального. Это Call of Duty Modern Warfare 2012. Не помню, там есть ли циферка, но плевать. Значит так. Сейчас 2019, ты о чём, блядь, я не понял. Спасибо. Значит, во-первых, в Call of Duty вся элита твича, допустим, тут же Мэдисон, отозвался о ней так. Откровенно преступная игра, которая говорит, что наша армия — это террористы. И русское издание Call of Duty, кстати, отличается от американской. Узнал, что, допустим, фраза «так ты убиваешь русских» переведена просто «так ты умеешь убивать». У нас. То в английской версии войска генерала Баркова, это, насколько я помню, главный русский парень, зачастую прямо называются русской армией. Они как бы сами себя, то есть не ЧВК, а именно русская армия. Вдобавок, это самая русская армия обвиняется в массовых казнях, но и мирного населения, в каких-то химических атаках, уничтожении отступающих войск и, там, вроде бы, на шоссе смерти. Сука. Да-да-да, кто бы мог подумать. Там просто надо было соответствовать. Да. Что ты сейчас хочешь, чтобы я был как это, как МИД Российской Федерации, пытаясь обелить всё вот это? Или как? Да? Конечно, что ты думаешь? Ну, дебилы. Там, кстати, ещё, молодец, можешь уже врываться в парламент. Там ещё в одном из эпизодов... Или я могу пойти поспать, знаешь, как вариант. Типа, вот, где-то обсуждение, я пойду посплю. Ага, хороший выбор. Если что, я не знаю. Ну, ещё, вроде, положительная героиня, которую Фара зовут, командир какого-то ополчения... Ну, повстанцев, да. Ага, вот, говорит, я не отличаю Аль-Каталу, насколько я помню, это террористическая организация в игре, от российской армии. То есть, эти и другие террористы. Ну, это вопрос морали и того, где человек находится. Если человек является окружённым, учитывая, что она повстанец, да, и учитывая, что по сюжету, если мне не изменяет память, Барков её вместе с мальчуганом, который будет потом руководить Аль-Каталой, блядь, поймал ещё в детстве, и посадил в тюрьму после какого-то там втражения, кого-то там куда-то, блядь, и тому подобное. Там ещё был молодой прайс, потом их освободили, там вроде бы там ещё такое было. Вот, то очевидно, что она не любит и тех, и тех, и она просто всех считает за одних врагов, поэтому что тут удивительного. Меня удивляет, что ими как-то руководить женщины, это вот удивительно, да. Но считывая, что это арабский мир и тому подобное. Но! Это не важно. Прогрессивно. Прогрессивно мы поговорим потом. Ну, это, знаешь, это можно ещё про суннитов, про шуитов и тому подобное, но это сложно, это надо объяснять долго. Опять же, знаешь, это не то, о чём стоит говорить про Калабдюдж, потому что Калабдюдж это про то. Прайс откроет дверь, господи, газовая атака и тому подобное. Там больше паники и истерики и тому подобных вещей, чем чего-то вменяемого. И, блядь, постоянных путешествий во времени и по миру, блядь, телепортации куда угодно. И, ну ладно, ну, российская армия представлена в качестве агрессора, окей. Вот я за них бы поиграл, можно за агрессор играть? Там вообще можно выбрать фон? Нет, только за добрых американцев. Ну, вообще тебе, ну как такая позиция, что надо играть исключительно за добрячков? Отвратительно. Я обожаю вещи, которые позволяют, собственно, опять же, это вопрос, если мы говорим о серой морали, которую хотели завести туда, то это вопрос того, что ты должен сам принять решение на основе того, кем ты играешь. То есть, если, просто я думаю, у Баркова есть причины заниматься тем, чем он занимается. Потом у нас идёт вот эти вот казни и тому подобные вещи. Я не знаю, показаны ли они в игре или нет, или это чисто так, эфемерно. По-моему, если мне просто не изменяет, то очень демократическая армия Америки повесила однажды одного суда Саддама, да? Просто, ну, может быть, не сама, да, а с помощью повстанцев, которых, возможно, управляла ФАРа, да, грубо говоря. Но повешивание, это странно, российское. Ну, я не знаю, почему именно повешивание. Но, видимо, чтобы было понятно, надо понимать. Потому что, опять же, если мусульманин умирает после помешивания, то для него это ужасная смерть. Он не пускает кровь. Если кровь из организма во время повешивания не идёт никаким образом, то эта смерть очень плохая. И поэтому повешивание в мусульманском мире считается просто одним из ужасающих казней. Это момент устрашения. Но это, опять же, надо быть достаточно умным, ну, не умным, а эрудированным, чтобы это понимать, да? В общем, если мы берём вопрос влогов-дюди, типа, вот российская армия похожа на плохой стороны, ну, это, блядь, игра, и это условности. Поэтому я не до конца понимаю этого вот негодования по поводу того, что... Ну, то есть политика в играх... Мне вообще неудобно, понимаешь? Я должен одновременно сидеть на двух стульях, учитывая, что я живу в Украине, но при этом я русский, понимаешь? Мне вообще сложно об этом говорить, друг мой. Я думаю... Война — это плохо! Молодец. Надо не воевать. Давайте торговать шавермой. Что там? Я просто не знаю, какие блюда есть там на востоке, но тем не менее. Похлобой! Похлобой ореховый! Грандиозный вариант. Но в любом случае, опять же, если брать это всё, по-моему, по сюжету они в итоге будут заниматься тем, что будут и в Лондоне там будут какие-то туристические акты, потом там где-то ещё и в России, в Санкт-Петербурге там будет чё-то, потом всё это закончится вообще, по-моему, где-то на Балканах, бля, туда-сюда, и потом они опять вернутся. То есть такие путешествия и тому подобное, где фара, в принципе, с американцами выступает просто в рамках повстанцев. Повстанцы страдают от всех по дефолту, да? Единственное, что они хотят, чтобы их не убили, поэтому я не знаю, где тут серость, да? Это очередная история для 13-летних детей про очень плохих злых русских и тому подобных вещей. Ну, как бы бабаик, да? Вот они страшные такие все. Про очень плохих террористов, что, блядь, очевидно, почему они плохие, да? Которые взрывают там газовые атаки и тому подобное. Там с газом много связано будет в этой игре. Благо, ну, или грустно, что не с веселящим. Я же против войны, напомню вам. Вот. Вообще все цело. Да-да-да-да-да. Ну, разве что за трон там какой-нибудь империей, да? Тогда да. Так что касательно этой игры, я не знаю. Насколько она интересна и увлекательна в плане подстрелушек и тому подобное. Для меня хорошнее. Это коллабдьюти, не забываю. С точки зрения политизированности и тому подобных штук с играми. Ну, для меня политизированность в играх и тому подобных вещах, это важно. Она, по крайней мере, заставляет о чем-то задуматься. При этом, если она заставляется задуматься в рамках того, что ты внезапно становишься австралийцем, который просто запрещает это, потому что так нельзя, да? То я хуй знает, блядь. По-моему, все равно, ну, как бы надо изучить вопрос. И опять же, для меня это было бы причиной в большей мере посмотреть на это все и объяснить, где что неправильно и где правильно. А не так, что, блядь, вот они буки взяли, сделали русских плохим. Я вообще не понимаю, почему плохим быть плохо. Потому что, опять же, плохой ты только с одной точки зрения. С той, которую ты делаешь плохо, когда ты пытаешься сделать себе хорошо. То есть, как-то так-то работает. Поэтому это вопрос контекста и морали. Если контекст и мораль присутствуют во время войны, то тогда ты можешь делать выводы определенного сорта. При этом и контекст, и мораль у разных сторон конфликта разные. Но учитывая, что в игре это показано с точки зрения добрых американцев, тут больше неприятно то, что это, блядь, очередная марвеллская, грубо говоря, поделка про великих американцев, которые спасут абсолютно всем. И я удивлен, почему тогда фара бегает не в трико. На этом все. Так, а вот какая бы моральная сторона игры могла тебя заставить обидеться на нее, как это происходит сейчас с высшим сегментом Квича, чтобы прямо аж демонстративно так выключить и пойти реветь видео? Мне сложно будет это сделать, потому что я, блядь, считаю... Ну, это как, знаешь, это как философские вопросы и тому подобные штуки, да? То есть, блядь, я могу быть одновременно правым, и нет. И мне норм. Соответственно, я бы изучил вопрос, как минимум, да? Если бы игра была, я не интересовала, но считаю, что это Call of Duty, ну, блядь, я позанимаюсь хуйней и с грязью, а не обязательно с Call of Duty и тому подобными вещами, вот. Тут в этот вопрос. Она просто меня сама по себе не интересует, и поднимает она вопросы, такие же, как поднимал недавно Outer Worlds, да? Банальные, тупорылые и типа для вот... Ну, опять же, это, знаешь, вера в то, что люди вокруг умные, а не дебилы, да? Вот, и, соответственно, вот в Outer Worlds, типа, капитализм-то плохо, да ты что, блядь, правда? Здесь в Call of Duty американцы хорошие, а русские всех вот убивают. Это война, правда? И там ужасно. О, вот это да. Боже мой, террорист. Не может быть. То есть, сука, игра про войну, причем максимально, если ее пытаются показать более-менее честно, то она очень жестокая. Опять же, ее основная задача, наверное, заставить тебя вообще не любить войну и не хотеть в это играть в принципе. Возможно, они идут таким путем, и теперь там руководство компании, она из Австралии, она против насилия путем того, чтобы запугать вас, блядь, насилием. Понял? Понял грандиозный план этого всего? Вот оно, очевидность же, вот оно, ну, прям все объяснил. Ну, а так вообще, чтобы ненавидеть прям игру, блядь, да достаточно выпустить что-то от Близзард, и все, как бы, мне большую причину не надо. Давай, давай не начинать. А то сейчас сведемся. Не, с моральной точки зрения, опять же, я не знаю, я даже не могу себе представить, что могло бы меня такое заставить вот прям отвернуться. Потому что, опять, это вопрос умения людей подать эту вещь. То есть, вот агония мне неинтересна, но тем не менее, я понимаю агония, да, то, что вторая часть про сугубшу, которая там будет, она имеет право на жизнь, потому что кому-то это может быть интересно, и кто-то в этот момент задумается о чем-то, когда будет в это дерьмо играть, на мой взгляд, дерьмо. Вот, ммм. У меня вообще нету такого же вещи, которая могла бы что-то там запретить. Блядь, да я смотрю аниме, вы че? Ух, бойся. То есть, это, 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 я вообще на грани, да, я не люблю сыгреров и смотрю аниме. Очень странный подход, но тем не менее. Для меня One Punch Man, это, блядь, история философского смысла, где человек не знает, не может найти вершину, которую следует преодолеть. Это, ммм, проблема людей невеликих, а добившихся чего-то, и в этот момент не понявших, куда идти дальше. Лучше, понимаешь, потому что лучше их это не делал, допустим, кто-нибудь, вот, кто-нибудь другой, да, делал так же, делал туда же, но делал то же самое, что и ты, не пытаясь найти что-то новое. И вот этот вот One Punch Man, этот вот Сайтама, это человек, который ищет что-то, блядь, что возможно, сделает, позволит ему найти новый вершин. Это человек в поисках смысла, пойми. В поисках цели. Не столько цель и смысл, при этом для него вещь эфемерная, для него важен путь, он хочет идти. Это чудовищ на важный момент, понимаешь? И то есть после этого ты хочешь, чтобы я каким-то образом смотрел на моральные вопросы, которые должны меня оттупнуть от игры? Блядь, да забеющие. При этом надо понимать, что, опять же, опять же, чудовищно важно, когда вот это вот есть контекст и мораль, потому что, допустим, вот про убийство детей и тому подобные вещи, при этом есть фильм, напомню вам, который снял Клинт Ист, вот называется «Снайперский фильм». Ну, мне лично очень понравился охуенный фильм, мне очень понравилось, я, в общем, восхищал на им. И, соответственно, фишка в том, там убивают детей, действительно, жестоко, отвратительно и ужасно. Одни вот террористы, просто твари, да? И, соответственно, там проблем с этим нет. Ты понимаешь, кто хороший, кто плохой. Я думаю, проблема в том, что вот в «Коловдюзе» в какой-то момент времени ты не понимаешь, кто достаточно хороший, кто плохой. И, учитывая, что ты русский человек, да, допустим, ты не можешь себя полностью ассоциировать исключительно с американцами, которые являются доброй стороной, понимаешь? Это просто тот момент, когда сторона, к которой ты себя причисляешь, оказалась в игре не с той стороны, с которой ты ожидал, понимаешь? Это проблема больше восприятия, да? То есть в данный момент ты просто не играешь в игры, в которых могут каким-то образом сделать тебя плохим. Вот как-то так. Но, опять же, у меня нет. У меня вообще самоидентификация, наверное, должна быть сложности. Я родился в Тбилиси, ближай, живу на Украине. А вообще я русский, понимаешь? То есть, поэтому, Сергей, кто ты по национальности? Монгол! Такие дела. Поэтому у меня этих проблем нет. Но у людей, я думаю, они связаны именно с тем, что они не могут одновременно себя ассоциировать и с хорошей, и с плохой стороной. Я, Бог, мне несложно. Ну, вообще, надеюсь, понятно, по Главдюде такое мы отношения. То есть, его нет, блин. Мне, в принципе, игра неинтересна, а в остальном по воральным принципам я ответил, да? Война должна быть страшной. Но, опять же, если брать такие вещи, которые мне были бы интересны в рамках вот этих вот всех стрелок и тому подобных вещей, то я бы хотел, чтобы внезапно к Главдюде была, ну, или любая другая шутерная, она все-таки восстановила вот эти вот механики, допустим, и интересности вещей, которые были в Свате четвертом. То есть, я хочу быть лидером отряда Свата, спецназа или какого-то военизированного соединения, которое будет выполнять какие-то задания. То есть, вот спецназ, там, знаешь, когда ты болванчиками управляешь, и вас несколько, вы там идете к чему-то. Вот я за такое, да? Просто обычные шутеры мне уже нахер безинтересны. Потом просто впечатление, что они в основном все весьма печальные. Я даже думаю, что Cyberpunk 2077, учитывая, что он стал шутерным, он станет гораздо менее интересным, чем был, вот, допустим, Ведьмак и тому подобное вещи. Но это проблема и шутерных механик. При этом человечество видит фильм Рейд, видит фильм Джон Вик и тому подобное, но продолжает стрелять из пушек. Ладно, хуй с ним. До сих пор не видел ничего с пушками лучше, как-то неудивительно, кроме Слиппин Доксов. До сих пор, на мой взгляд, геймплей на невероятно охуенная вещь. Такие дела. Ну там нажимай столетно, там клево, вообще пиздец. Да, 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 лучше. Так, теперь давай поиск отрибку. Не ваш, это блядская ГТА, да-да-да. А чем плохой? Ты говно унылая, 5-й, если брать нас, но это не ваш, давай дальше. А, Редит Редемпшн, да еще все. Ну, наверное, будет, а пока мы в любом случае туда пойдем, но это не особо важно. То есть пойдем туда далеко не за сюжетом, потому что он там, блядь, это как в Outer Wars играть примерно так же. Зачем? За миской супа? За енотами! Господи, живодер. Клянусь тебе, это самое охуенное, что есть. Охотиться на белок и енотов, блядь. Хуй он нормально слабишь. А зачем ловить белок? Там шкурки надо было по квестам, но потом это стало моим любимым развлечением. Грустно все-таки. Отличная игра. Отличная игра. Сотню лет, чтобы ловить белок. Ну, это охуенно сделано. Все остальное сделано не так хорошо, как ловлю белок. Так, ладно, все отставить. Теперь пойдем в СК-3. Точнее, обсуждать все новые подробности. Ну, давай. Мол, ты сразу, как начнем записи, накинешься на меня с СК-3. Да, забей. Вроде, боже мой, это ведет. Нет, ну, надо понимать. Там будет новый движок. Углубление RPG механики. Вот это все. Больше все. Беру деньги куда-то. Да забей. Все. Даже заставлю неважно вообще. Кому деньги? Куда? Создание своей религии. КОГДА? Ну, клево. И, вроде бы, они немного изменят механику боя. Так, давай смотри. По религиям, если мы берем, то я думаю, это будет что-то связанное с нынешней реорганизацией религии, когда мы, собственно, выбираем там разные важные аспекты вообще всей нации, которая будет подключена, подчинена этой религии. То есть, как бы, воинственные мы или нет, у нас там, инцест узаконен или нет, и тому подобное, вот, да? А RPG механика, она делает, наконец-то, инцест действительно солидной частью игры и именно встроенной, а не просто, что случайно вышло, да? Наконец-то все как надо. Вот. Ну, а RPG-шная сама по себе составляющая, это потрясающе, потому что для меня SK-2 в большей мере это игра про то, как ты управляешь и развиваешь свою династию, пытаешься там что-то намутить с ней, получить интересные перки, грабишь только ради этого и набиваешь свою казну. Это RPG-игра, в которой есть немного стратегической хуйни, да? И тому подобного. Насколько я помню, династия там заведется какое-то улучшение, что там будут свои поинты какие-то для... Это давно надо было, потому что, опять же... С помощью которого можно будет манипулировать родственниками. Это чудовищно. Ну, манипуляция родственниками немало, понятно, зачем она нужна, потому что ты и так, в принципе, можешь манипулировать, но ты манипулировал это раньше. Ну, грубо говоря, давай земли, давай титулы, давай подарки и тому подобные вещи, потом можешь склонить их на свою сторону для того, чтобы приняли то или иное решение, если мы берем совет, либо участвовали в заговорах и тому подобных вещах. Мне были бы больше радостные поинты, которые бы позволяли изменять самого твоего какого-то наследника и тому подобное, добавлять ему чего-то куда-то. По той простой причине, что без этого очень сложно создать вменяемого тебе подходящего ублюдка. И СК-2 во многом собрежна с рандома. Это же вопрос Генетики, так? Ну, отчасти да, но я думаю, просто какие-то очки, типа ты там усугубляешь, там, одно очко обучения в армию. Типа он там в детстве получил, как у царя Леонида, как царь Леонид обучение с угрозами сбросить его нахуй с балкона, если он сейчас не будет нормально работать. И он получает плюс один к военкам, допустим, в течение обучения. Или там, в принципе, каким-то образом экспириенс капает, который это может распределять, развивая какие-нибудь отдельно взятые его вещи. Я при этом думаю, что при этом это может случиться, это может быть минусом, потому что рандом, тем не менее, не добавляет той вот пикантности СК-2, когда у тебя вроде бы и мама гений, и папа гений, а сын выродок. Вот такие вот дела. Выробок. Типа того. Понимаешь? То есть, не знаю, насколько. Но по поводу манипуляции и тому подобных вещей, хорошо. По поводу интриг, я бы не против, если бы они еще каким-то образом улучшили и усугубили возможные варианты интриги. Я просто за то, чтобы там появился какой-нибудь удивительный, прям вообще сверхсложный уровень игры, когда ты можешь все это делать вообще без войн, да? Браки, браки, манипуляции. Это и сейчас можно делать в СК-2, но это очень длинная игра, поэтому смотреть на нее будет не так интересно, и это очень много раздумий, очень много статики именно на карте. Плюс это всегда во времени растянутые решения, когда ты там кого-то пытаешься убить, какого-то короля, сечь раздора и тому подобное. Ты можешь тянуться десятки лет, и этот мудак еще может умереть не вовремя. Вот и тому подобное. То есть, ну в целом, было бы клево, конечно. Смотри, раз уж пошел разговор по СК-3, а все мы помним, не знаю, кто помнит, кто поймал, что в СК-2 недавно его раздавали бесплатно, насколько я помню, в стиме. И вот, чтобы ты посоветовал людям, которые ухватили, может быть, мод какой-нибудь или из чего начать такой небольшой кратенький гайдинг. Да хуй, да что, играй, все, там. Там нет такого, но опять же, если моды брать какие-то, это, наверное, Гвардиан и Физерот. Он просто из Steam Workshop его проще всего поставить на ванильную версию. Не знаю, как он будет работать без модов, но он, по идее, может работать и без модов. В принципе, можете и шалить. Он дает больше, чем ванила, да? А в ваниле, опять же, если мы берем просто чистую ванилу без модов, то это, в принципе, по-моему, только католики и тому подобное. То есть, выбор невелик. Так что гайда по СК-2 нету, блядь. Он есть встроенный в игру, и, в принципе, разбирайтесь, да? Тут вопрос в том, что это игра про то, как ты должен иметь возможность быть не дебилом, да? Это важно. Нельзя играть в СК-2, будучи хлебом, да, в эмоциональном или в каком-то ином плане. То есть, ты должен... Это как читать книгу. Ты должен представлять в голове, что у тебя происходит на экране. Потому что там статика, там карты и тому подобное, династии. Для тебя... То есть, и для кого-то это будет... О, боже, ну он поженился, и что? А для меня это трон Франции, блядь! Вот, и это важно. Хорошо. То есть, это как вот реально читать книгу, вот если по факту. То есть, надо к ней относиться, как к книге. Только ты пишешь эту книгу, да? И все зависит от тебя, дружок. Даже твои сыны-выродки могут принести пользу. А какой-то карлик может... Ты там, в случае, не подрабатываешь парадоксов? Кем? Как их называют, которые продают игру? Барыгой? Барыги это были... Да ладно, всех их можно называть барыгами, это не странно. Не страшно. Но в любом случае, конечно же, нет. Хотя... Супер-хлысов. Я бы мне просто такой, почему еще нет? Я не...